Продолжение следует... Что из этого физического эксперимента... Какой должен быть результат? Результат я и узнаю. А, да, да, да. То есть, что вот так было, да? Хорошо. Значит, первый эксперимент самый простой. Мы все отлично с вами знаем, что свет с точки зрения современной физики есть поток потонов. То есть, самостоятельные частицы. Поэтому ставим следующего рода эксперимент. Берем источник света. Это пока что ртутная лампа. У этой ртутной лампы происходит... Она попадает на зеркало. Вот она на зеркало такое попала. Свет от него. Этот фотон идет дальше двумя различными направлениями. Сюда он идет и сюда он идет. Один фотон. Ну, вот сейчас мы это выясним. И значит, у нас здесь стоят два детектора. И они его дело фиксируют. Вводится так называемый коэффициент авто... Антикорреляции. Он состоит с срабатыванием счетчика совпадения и счетчиками 1 и счетчиками 2. Это не важно. Я просто хочу сказать, что у нас происходит по физике. Значит, источником этим является ртутная лампа. Там атомы ртути бомбардируются, значит, электронами. Когда электрон попадает на атомы ртути, тут переходит некое возбужденное атомное состояние и потом с него соскакивает и спуская фотон в основном состоянии. Вот здесь стоит фильтр, который берет, рассматривает только те фотоны, пропуская, только длина которых равна значит только переходу основного состояния. Он обладает крайне слабой интенсивностью. Переход в смысле... Ну вот у тебя атом, у него есть много возбужденного... В основное состояние из какого? Из первого возбужденного. Вот у тебя атом, у него там большое количество всяких вещей, ты возбудился от ударов электронов и сюда он, значит, отправился. Значит, что у нас происходит? Если эти ощущения, значит, очень равны, если это фотон, то на зеркале что с ним должно произойти? Он всего лишь один. Он либо пойдет сюда, либо пойдет сюда. Понимаете, да? Если это волна, то эта волна ровно самостоятельно разделится на эту часть и на эту часть. И возможен третий вариант. То есть, соответственно, первый вариант показатель антикорреляции равен нулю. Вот это тот самый. Это значит у нас частица. Частица, которая на зеркале не делится. Второе. Это у нас волна. Волна, единица. И третья ли симметрия, что-нибудь другое. Что она не чтится, не волна. А как-то ведет себя совсем не другое. Вот, пожалуйста, я не предлагаю уважаемые знатоки подумать всем мне, грубо говоря, несколько секунд и сообщить мне ответ. Будем ждать несколько секунд? Ответ. Какой из трех вариантов является правильным? Что в этом эксперименте наблюдается? Еще раз. Третий вариант. Тут другое. Что-то другое. показатель антикорреляции, то есть частица, она здесь не делится, она пошла как-то сюда. Волна, она поделилась пополам и пошла сюда. Вот эти два счетчика одновременно сработали потом. Бац! Показатель корреляции что там? Показатель корреляции это вероятность срабатывания двух счетчиков одновременно, деленная вероятность срабатывания каждого счетчика. Это не очень важно, хотя можно этот вопрос пожевать, если вы хотите, чтобы не извлекать эти штуки. Я просто говорю, что если она пришла, волна, она пришла в два счетчика, они у тебя одновременно сработали. То есть она всегда у тебя такая штука приходит, они всегда у тебя срабатывают. Поэтому это коэффициент антикорреляции тот самый, равен единицы. А бывает так, что он как-то работает совершенно иначе. То есть это, в комент, что она не волна не чтится, а как-то ведет себя иначе по каким-то странным вопросам. Еще раз повторяю, здесь ртутная лампа, которая электром ударился в этот самый атом, атом перешел возбужденное некое состояние, и мы смотрим только испускание с первого возбужденного на основное. А вопрос можно? Да. А детекторы на какую длину волны настроены? Ну вот основная. Она вот здесь уже... Я вот на эту самую. Нет, а то такой нет, просто она не получена. Это был фотон один. Как определять, что фотон один? Очень редко, очень слабо интенсивно света. Считается, что он один. Может быть и не один. Но мысленный эксперимент, скажи. Это не мысли, это физически. Реально. Можно мне зашлить? Я даже знаю результат. Я вспоминаю этот эксперимент, где в конце концов они сводятся в зеркало вместе и получаются... Нет, нет, нет. Потом о том, что вы будете говорить, мы будем говорить потом. Ну это, конечно, полный искром. Ну. Значит, вот теоретически один фотон может двигаться, волны от одного фотона могут двигаться в разных направлениях. То есть это волна? Одна волна может сюда. Да, вот это волна. То есть... Одна волна идет сюда, другая волна идет сюда. Это совершенно один фотон. И это возможно только в одном случае. Да, действительно, есть такая вероятность, что он зафиксируется одновременно. То есть ваш ответ это второй? Второй, да. Да, значит, я вам пишу второй, значит. Значит, второй, поехали. А они на одинаковом расстоянии? Да, на одинаковом. Ваш ответ? И тот, и другой. Волна исчезает. То есть это как это? Здесь такого ответа нету. Третий. Как цвет для антикорреляции. Третий ответ. Третий, это твой, твой ответ. Нет, а что такое третий-то? Третий, это когда у тебя коэффициент от антикорреляции ни ноль, ни единица, а какое-то другое показание. А как это может быть? Ну, на всякий случай, я вам написал дуг такой возможно. Нет. Ну, значит, третье, если из этих двух, да, то есть из трех выбираем, значит, третье. То есть что-то означает, что как частица он будет зафиксирована одним зеркалом, а как волна обоими. Даня, ну, исходя из электродинамики, конечно, только второе. Я не знаю. Это второе и третье? Второе. Я даже не понимаю, как тут... То есть у тебя волна просто. Ну, электродинамика, чёрт. Код? Три. Третье, код. Стас? Тут вопрос. Идём нас с Александром Дмитриевичем. Александр Дмитриевич! Ну, пусть будет третье, хотя я обосновать это не могу сейчас, в данный момент. Так, значит, Станислав Эдуардович у нас. Третье. Ваня? Не выгодит. Я думаю, что волна, если на одинаковом, то не волна. Второе, значит, не волна. Так, значит, второе. Не имеет значения. Что ещё? Надо брючку там, вот, ещё. Второе, значит, а, это Юлю, Юлю, второе. А Ваня, какого-то лет будет? Ну, давай, первый. Первое. Мы одинаково, мы волна. Значит, у нас в этом соревновании побеждают два участника. Участник под именем Кот и участник под именем, значит, Станислав. Почему? Потому что коэффициент антикорреляции почему-то два. Как это понять, совершенно непонятно, но тут говорят, что это есть такая полуклассическая теория. Я вот этот момент отвечу, значит, у нас два человека получают у нас по баллу. Вот. Поехали дальше. Втутный источник лампы, втутный источник лампы. А что значит корреляция два? Это что значит? Ну, вот коэффициент комментируется, вот это два. Что-то здесь такое происходит странно. Это три. Три. Это три. Нет, коэффициент, здесь ноль был, здесь единица, а здесь он был, коэффициент корреляции ровно два. Это и есть другой. Так, я тоже говорил о третьем, а вы говорите... Нет, вы сказали как потом? Третий. А, третий, да, вы тоже получаете баллы. Согласен, у меня записано. Вот. Здесь проведлились. Так, теперь, значит, тут на лампу убирается. Я хочу вам посладиться этим результатом, чтобы подобного рода система фиксирует происходящее здесь, никак не частицу, никак не волну, а что-то совсем другое. Почему это непонятно? Теперь, после этого эксперимента, так вот так все равно сегодня. Не буду еще раз повторить, лампы нет, источник фото... Сейчас, сейчас, вот пошло 20 лет, привез лазер, сюда поставь для лазера. Вон тоже бенот, что-то там слабое интенсивное. Вон тоже монохроматическое. Что-то, что-то делает. Вот. У вас... И там он тоже был монохроматическое, согласитесь. Да, но тут когерет. Ну, вот она такая, такая штука. Вопрос теперь у нас, значит, на засыпку. Какой ответ из этих трех будет верным? Пожалуйста. Лазер, теперь мы ртутную лампочку, кстати, тоже с этим, с излучением, заменили на... Ну, опять-таки, если они не отдельный фотон, мы каким-то образом там в ней выделяли, что очень редко, и потом... Да, здесь тоже очень редко. Так это же очень важно. Да, здесь тоже очень редко. Значит, это даже некорректно. Это здесь тоже очень редко. Все, у нас есть заслонка. Да, да, да. Такие заслонки теперь реализуются, на самом деле. То есть, вы выделяете один фотон, и в этом случае. Да, да. Теперь поехали. Ну, кто? Ну, вы начнете, да? Что у нас там потом будет происходить? Я на том же самом, если я один фотон выделил, то я стою на тройке. На тройке стоите. Значит... На двоечке. На двоечке. Я тоже на троечке. Волна, так. Булат тоже волна. А что? На волне. Булат волна, так. Значит, Константин? Да, здесь тоже волна. Волна. Так. Я не знаю. Я теперь уже не знаю. Ну, ты не знаешь, да? Просто ничего. Ладно. Ну. Единица? То есть, у тебя чего? Ну, первая. Первая. Частица? Первая частиница. Ну, тут. Стас, ты чего? Я пропустил. У тебя заменили рентгутный источник на лазер, воспускающий типа одиночные фотоны. Слабой интенсивности. Одиночные фотоны? Ну, слабой интенсивности, да. Ну, пусть будет частица. 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 То есть, Стас считает, что здесь, что раз у тебя из лазера пошел значительный фотон, то она попадет либо сюда, либо сюда, а поделиться пополам не может. Внимание, правильный ответ. Знатоки. Знатоки почти все сказали правильно, потому что она ведет себя как волна. В этом случае. То есть, она делится... Это как бы единичный фотон. А в чем разница с предыдущим случаем тогда? А если в частице, то что она не отражается, по-другому 45 градусов? Нет, она делится на две части. В чем разница с предыдущим случаем? Нет, в частицах. Непонятно. Там была втутная лампа, сейчас здесь поставили лазер. Я вам говорю только результаты. Я не обсуждаю, что там происходит. Ну. Результату состоит, что второе, что она ведет себя как волна. То есть, вот здесь был третий результат тогда. Сейчас мы еще дальше пойдем. То она ведет здесь как себя, как волна. Служивая лазер. Слишком мощная, потому что. Не слишком мощная. Ну, вот как-то сделать. Просто вы понимаете, что здесь стоят счетчики. Эти счетчики считают это количество совпадений вероятности в миллионах случаях. Там сидит он, он работает от низкой интенсивности, скажем, день. А эти счетчики-детекторы за это время успевают таких событий миллионных считать. То есть, тогда вопрос некорректно поставлен. Почему? Потому что не волна или частица, а как будет реагировать счетчик вот с такими-то параметрами? В этих условиях. Я и говорил про... А ничего о параметрах счетчиков вы не сказали. Поэтому задача некорректна. Да, вопрос надо формулировать так. Так вот, есть счетчик с такими-то параметрами. Вот такой коэффициент скважности и прочие дела, что он зафиксирует в этом случае. Я же писал коэффициент антикорреляции для него формулу. Вот это значение коэффициента антикорреляции. Интересно, что во втором случае, значит, у нас он ведет... Коэффициент антикорреляции показывает единицу. То есть, себя эта ситуация ведет как волна. Вот это важно. У нас... Кто? Эдуард Олегович опять получил балл свой. Да, у него уже их два стало. Эдуард Олегович как раз третий случай. Да. Значит, у нас... А вы в том, он не знал этот раз? Да, второй, да. А, он третий назвал. Все-таки, он не отбирает свой балл. Значит, поединичке. Поединичка, значит... Кот у нас лидер. Дважды угадал. Да, Булак в этом разу получает один балл. Александр Олегович опять ничего не получает, потому что он ничего не делает. Значит, Станислав, у него там ничего... По-моему, это азартная игра, а не физика. Кому угадать, дайщик. Ты еще сказал, что ты не угадал. Поставки, что ты не угадал. Вы же не угадали. Вы же не угадали. Теперь, господа, смотрите, что такое. Значит, в чем здесь прикол состоит. Вместо этого лазера... Белот, кальцевый источник, тоже лазер. Но лазер, он работает каким образом? Значит, он работает следующим образом. У него накачаны... Уровни. Уровни, значит. Оно проходит через два... Каскад. Сначала первый уровень проходит, потом второй. Представляете себе, да? То есть он испускает как бы два фотона. И мы здесь ставим один... Заправляем в наше зеркало, в нашу самую систему. Замечательно. А второй мы запускаем вот сюда. Запускаем вот сюда на второй счетчик. В результате, когда с первого уровня система перешла, с первого энергетического уровня, и у нас появился один фотон, мы его зафиксировали. Поймали здесь, да? И, а второй у нас потом, соответственно, все вывез. Теперь про эти самые коэффициенты опять надо рассказать. Какой из трех этих вариантов будет лето? Поняли, да? В чем отличие от первого? Ну, тем, что у тебя... Две длины волны, я так понимаю. Да, две длины волны. Одной длиной волны попал в ловушку или внушить. А второй вы одновременно фиксировали. У вас эти штуки работают только тогда, когда у вас здесь вот этот датчик после первого уровня. Это же существенно? Да. Что вот эти датчики включаются тогда, когда топнул? Ну, вот да, вот так. Ну, так это же существенно. Хорошо, вот оно, условия задачи. Закрыты крышками до тех пор, потом... Да, 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 да. Единица. Нет, стоп. Теперь меня интересуют времена, в течение как декта-тэ, в течение которого вот тот первый попадает и открывает люк, и время, в течение которого... Считайте, считайте, что это время небольшое, вот оно здесь. Что уж небольшое. Меня интересует, во сколько раз они отличаются. Они ни во сколько не отличаются. Не отличаются, значит, одно и то же. Да, одно и то же. Значит, одно и то же. Да, одно и то же. Значит, вот тот... Вот только этот... Вот, Павел, вот. Да, сразу же открылись, да. Закрылись, открылись оба. Да, они открылись, подождали некоторое время. Ну, какое, чтобы ему пройти вот это самое расстояние до него. После этого еще немножко постояннее закрылись. Все, теперь понятно, теперь надо попытаться ответить через эти три варианта. Ну кто? Ваталик Ильич, вы как первый начали? Я пока должен подумать, потому что я не очень понял, о чем речь. Я должен осознать, что это такое, прежде чем бахать, что попало. Еще какие-то вопросы? Для красоты вашей задачи нужно, чтобы была единица. Да, я хотел сказать, в логике азартной игры, на самом деле, должна быть единица. Почему? По единицу пишите, да? Да. Я тоже единицу. Так, Булат, единица. Так. Ну я, конечно, единица. Два леденица. Да и я тоже единица. Так, Станислав Ильич, единица. У нас лидер, лидер, чего он скажет? Единица? Восемь. Хорошо, я говорю, восемь. Люда? Наташа. Ну чего? Нельзя поддаваться массовому психологу. Скажи два, два. Тоже единица, да? Ну это Ваталик Ильич. Теперь ваша, ваша, ваша. Поскольку скорость и распространение волны и частицев одна и та же. Расстояние одни и те же. Момент открывания дверей одни и те же. И, значит, попадает, мы сходим к первоначальному. То есть ко второй задаче, когда работал там лазер. Ничего нового, я здесь не вижу три. Значит три, подождите. Я не вижу... Три это было, когда не лазер, когда была опытная лампа. Помните? Три было. По-моему, это опыт. Нет, вы сказали, что три так и оставалось, и я назвал три. Нет, нет, два, два, два. Даже в втором случае, когда он посмотрел лазер, у нас было два. У вас, я не знаю, что было, но вы сформулируете. Вы назвали три, а правильный ответ был два. Ну, да. Тогда был. Не уверен, хотя надо это рассудить. Нет, это точно. Вот. Если сейчас считают три больше, то с первым я не вижу разницы. Да. Значит, ситуация, она здесь следующая, что все, кроме Эдуарда Олеговича, оказались правы, назвали частичку единицу. Надо не уметь играть назад. Да. Почему? Посмотрите, в чем здесь состоит прикол. Здесь состоит, что, согласно квантовой механике, вот этот первый кусок, он фиксирует собственные значения оператора числа частиц. И у вас тогда частица, ситуация, оказывается, описывается собственными функциями именно у этого оператора числа. То есть у вас всегда одна частица. Вот, казалось бы, вот этот датчик, он взял из нашей смеси, приготовил всегда одну единственную частицу. И она ведет себя как единственная частица. Просто она не рассеивается. Я понимаю, что некорректная датчик. Потому что вот этого вы, когда здесь говорили о ловушке, не сказали. Ну, это как... Реагирует ли он на волну или на частицу, мы не знаем. Поэтому нам все равно частица или волна туда попала. Нам только было сказано, что он сработает и откроет задвижник. Да. Некорректно поставлено задвижник. Почему? Поэтому мы ловим эту рыбу внуковой ради. Почему? Потому что не корректно, потому что мы не объяснили всех условий этой задачи. Ну, Игорь, не знаю. Мы все, что сказали, это когда туда попадет, чтобы он не был, он откроет заходки. Ну. Ну, вот и все. Только когда как частица он откроет. А как волна этот счетчик не реагирует. Да. Это надо было сказать. Важную скорость. Хорошо. Ну, в общем, я что хочу, то и делаю. Ну, у нас как-то правильно. Лидер у нас остается. Код у нас остается. Тогда напишите всем треху. Нет. Напишите всем, что хотите. Кстати, оно ведь и играет. Крис студия. Наверное, корректно. Крис студия. Значит, поехали дальше. Поехали дальше. Значит, вот это... Еще осталось два эксперимента для того, чтобы нам поколение тренера. Значит, следующий он состоит. У нас здесь стоит как бы зеркало. И здесь стоит зеркало. Потом вот они сюда отражаются. Вот 45? Ну, примерно. А одинаково? Ну, просто прямоугольник, квадрат. Примерно 45. Просто вот это зеркало, оно подвижное. Да. Оно подвижное. Здесь у нас опять стоит зеркало. И она каждый вот этот пучок делит пополам. Представляете, да? И у нас, значит, смотрите, что здесь восходит. Здесь опять стоят два детектора. У нас здесь стоят два детектора. И у нас, смотрите, что происходит. А кто источник? Источником будет вот этот кальцировый лазер. Вот такой же. С двумя уголами. Вот с этим датчиком. Так, понятно. И с этим датчиком. Да, с этим датчиком. Он открывает? Да. Он открывает тогда только как частица действует. Да. Значит, вот так. Он как частица действует. И вот у нас здесь два этих вещей. То есть, представляете, да? То есть, раньше вот здесь стояли у нас два счетчика. А теперь зеркала. А теперь у нас зеркала. Вот это зеркало, оно подвижное. И оно нам в результате может быть два различных варианта. Первое, если она себя ведет как волна. Тогда у вас между двумя лучами на каждом из датчика получится интерференция. Понятно, да? Потому что они по двум путям идут, а вот это зеркало подвижное. И вот этот путь отличается. И второй, значит, вариант. Когда у нас интерференция в любом случае получится. Только вы либо усиление, либо ослабление получите. Нет, смотрите. Если вы двигаете. Ну, мы же видели, что в кальциевом источнике у нас частица вела себя как... Какой источник? Вот этот кальцием, с кальцием. Третий случай, который мы перед этим избирали. Мы же видели, что у нас она ведет себя как частиц источник. Она идет по одному из путей. То есть, у нас что? Возможно, два каких варианта. Она ведет себя волна. Непонятно почему. Тогда она на этом штуке делится, здесь встречается, дает интерференционную картинку. Да? Это первый случай. Второй случай, он состоит в том, что она ведет себя как частица. Она, помните, вот простейший, вот без этого зеркала, без этой картинки, она вела себя как частица. Да? Мы вот это все выбрали глупо, говоря, запущенному человеку единичку. Когда она как частица пойдет по одному пути, и сколько бы она здесь ни делила, здесь картинки интерференционной не будет. Согласны со мной? Да. Поэтому нам надо выбрать тот ситуацию, является ли она частицей или является в этом эксперименте волной. То есть здесь два варианта? Да, здесь два варианта, если этого не дано. Я волна, потому что интерференция будет. Волна, Влад, волна. Интерференция будет. Так, Влад говорит, что волна. Так, вы. Волна. Тоже волна, да? Тоже волна. То есть вот в том случае она вела себя как частица, тот же кальциевый источник. А сейчас она ведет себя как волна. Так. Так, кто еще хочешь сказать? Частица. Частица. Валя. Частица. Так. Волна. Волна. Александр Владимирович. Частица. 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 Кот. Лидер, лидер. Лидер гонки. Пусть тоже частица. Частица. Так. Ну, за мной, наверное, начали. Да. Если вы говорите, что интерференция произошла, то есть волна? Волна. Нет, я не говорю, что интерференция происходит. Паша, будет интерференция или не будет? По-моему, вы сказали, что будет интерференция. Нет. Интерференционные датчики. Если интерференция будет, то она волна. Если интерференция не будет, то чисто. А вот так стоялось? Да. А при чем тут шевеление зеркала? Ну, для того, чтобы интерференционную картинку увидеть. Есть она. Значит, мы ее увидели? Нет. Но мы можем шевелить зеркало, тогда не будем интерференционную картинку иметь. Не понял. Значит, мы зеркало не шевелим, но увидим? Ни где нет. Мы хотим проверить. Ставим большое количество экспериментов. Мы ставим большое количество экспериментов. Да. И смотрим, будет ли у нас интерференционная картинка в зависимости от зеркала. Ставим большое количество экспериментов, вы только сейчас сказали. Это существенно не значит. Но у нас в любом случае всегда было много экспериментов. Когда у нас был счетчик антикорреляции, когда были. Тем более. Значит, на самом начале надо было от свободы. Ну, я всегда говорил о счетчике антикорреляции. Когда у нас антикорреляции, у нас много экспериментов. Хорошо. Значит, шевелит зеркало, и то наблюдает информационно, то не наблюдает. Да. Если мы, какими-то, хотим, наблюдаем, то, значит, у нас как-то образом свет пошел по двумя путям. Раньше он ходил по одному, теперь идет опять по двум. Понимаете, да? Мы вот эту зеркало же это оставили. Помните, на нем, когда у нас был кальцировый источник, у нас была частица. Вот она сюда шла, и сюда шла. В одном направлении она шла, по двум путям. Ну, все понятно. Если все энное количество раз шевелим зеркало на пол длинной волны, чтобы получить четное или нечетное шконе, я отвечаю, что в тех случаях, когда мы наблюдаем интерференцию, ведет себя как волна. Как волна, да. Когда мы не наблюдаем, ведет себя как частица. Да. Так что мы наблюдаем в результате? Она ведет себя как частица или как волна? Когда наблюдаем интерференцию, раз вы много раз это делаете? Хорошо. Тогда вопрос. Мы наблюдаем здесь интерференцию, или не наблюдаем интерференцию? Вы что-то сейчас сказали. Мы наблюдаем, когда подвинем зеркало так, чтобы ее наблюдать. Нет. Я спросил. Мы будем вот это зеркало шевелить, будем наблюдать здесь интерференцию? Кстати, я изменив свои показания. Нет, нет, нет. Могу не менять. Это волна, да? Это игра. Волна, да? Прибыль-то кто будет сыграть? Мне, кстати, все равно. Ну, остались только вы. Я вам дам настолько бестолкуя, что я все-таки не понимаю. Вы шевелением в зеркало чего добиваешься? То есть интерференция, то нет. У нас работает с лазером. Миллион раз работал, и у нас как в одном фотоне так ба-бас, ба-бас. Но зеркало стоит на месте. Нет, а зеркало в этих миллионов, оно уже шевелилось. Если у нас волна, тогда здесь у нас будет интерференционная картина. Если она даже будет шевелиться сколько угодно, если у нас частицы, то интерференционной картины не будет. Соглас? В зеркало шевелится... Частицы и волна, вопрос. Интерференцию получаем или не получаем? Я вам спрашиваю, получаем интерференцию или не получаем? Я отвечаю, что если разность хода... То есть если эти плечи равны, и фотон обладает свойствами волны, мы получаем? Нет, просто в предыдущем случае, пока у нас этого зеркала не было, пока стояли здесь детекторы, я вам напоминаю, он обладал ситуациями только частицей. То есть он здесь на этом зеркале не делился. Теперь мы сюда вот это зеркало поставили, на что получается, что фотон вдруг здесь на этом зеркале стал делиться? Все сказали, что да. Это же наушку. Все сказали, что да. А для чего изменение плеч с помощью вот этого зеркала? Чтобы... Чтобы интриференцию добавили. Ну раз получали, значит волна. Так нет, а может ее не получили? Вон она, значит вон она. А не получили, если ее? Не получили? Да. А если не получили? Не получили частицы. Ну так мы получили там вот. А вопрос, получили интерференцию или не получили? Ну вот как вы считаете? Я отвечаю, что если плечи эти равны, или это четное число полуволн, вы будете получать интриференцию, и это будет волна. Вот. Значит, видите, все кроме... Ты сказал частицы, да? Все кроме этой... Ванни... Эта частица. А, да, да, да. Ну и Стас сказал частицы. Стас сменился потом на волны. Ну и не считается, не считается. Ну и волна. Ну как-то уже ставку... Хочу заметить, что... В данной системе система ведет как волна интерференционную картину на обоих датчиках мы видим. И это удивительный результат. Я вам просто предлагаю... По нему... Это же один эксперимент Флигора Мендель. Нет, это другой. Почему? Похож еще. Ну похож, но это другой. Я как бы предлагаю, вот у вас нету вот здесь вот этой системы, вот этого нету, вот этого зеркала нету. Тогда частица от кальциевого источника ведет себя, как частица. У нас зеркало там, она не верится. Теперь мы взяли сюда... И... И... Таким образом... Сюда ее взяли и... И... Это зеркало добавили. То есть... Это уже как фотон. Зависит как эксперимент получается, да? Ну вот. Есть такая теория Загорова. Мы в последнем случае нашем... Судим. Ну вот... Я предлагаю этим вопросом просто... Удивиться этому... Этому... Поразительному... Удивиться-то уже удивительно. Но есть ли объяснения у специалистов по квадратной механике? Я не квант... Не специалист по квадратной механике. Я геофизик. Нету. Я вообще, говорю, занят физикой атмосферы. Нету. Нету объяснения. Нет объяснения. Да. Это вот я... Мы этим вопросом не возимся совсем этим. Почему? Потому что... По крайней мере, на мой взгляд, оно... Необъяснимо в рамках капельгагенской интерпретации квантовой механики. В рамках капельгагенской интерпретации. А, понятно. Ну, по-моему, объяснимо в рамках Бомовской. И другой, которую я тоже предлагал интерпретации. Вот оно в рамках получается. Вот. Такова, а такова у нас... Вы о ней расскажите. А? Вы о ней... Мы просто уже рассказывали. Я сейчас еще давайте... Пятый эксперимент расскажу. Значит, пятый эксперимент у нас он состоит в следующем образом. Мы сделаем каким образом? Мы возьмем здесь и поставим здесь у нас прерыватель такой образом, который мы будем произвольным образом менять. То есть, здесь вот этот канал можем включать, а можем выключать. Включать, выключать. Поставляете себе, да? Каким-то совершенно случайным образом. А здесь, чтобы свет остановить, мы его там берем по этим... По кругу-то опускаем по такому. Вот. По кругу мы его пускаем. И тогда у нас что происходит? Как мы с ним работаем? А там... Волновод длинный лежит. Чтобы он долго ходил. Потому что время его срабатывания 5 нс. Вот этого. Чтобы он подольше здесь ходил, то есть время больше было. А там делается волноводу 10 метров длиной. Для того, чтобы успеть. То есть, понимаете, в чем тут прикол состоит? В том, что когда у нас фотон вот здесь пошел, вот через эту точку, через это зеркало, мы тогда думаем, а что бы нам здесь делать? Может, мы здесь ему приведем дорогу? Остановим его здесь. Вот. Вот. Точно так. Дождемся второго и пусть ему по кругу. Нет, нет, нет. А для того, чтобы его дождаться, надо, чтобы он подольше походил. Вот здесь вот по такому. Для того, чтобы что? Чтобы наносекунд 5 сэкономить, чтобы 5 секунд подождало достаточно времени, мы этот фотон здесь задерживаем. Для этого по долгому волноводу здесь у нас... Ну хорошо, а для чего мы там задержку? Он готов открыться. Он открыт сейчас. Или он закрыт? Вот заслонка это. Да, да. К началу моменту. Вот спущен фотон, заслонка открыта или закрыта? Значит, она 5 наносекунд будет открываться, что ли? Я не понял. Нет, смотрите. Смотрите, здесь какой прикол состоит. В чем его суть? В чем его суть? Напомним, значит, у нас в чем состояла проблема. Проблема этого эксперимента. У нас она состояла, что здесь, что пока у нас системы с зеркалом ее не было. Системы с зеркалом ее не было. Давайте я вам более простые вещи расскажу, чтобы без этих всех пейс-контур, без всяких вещей не было. Пока у нас этого зеркала здесь у нас не было, то есть частица, выпускаемая кальцием источником, ввела себя как частица. Она либо пошла сюда, либо сюда. Мы добавили сюда зеркало. Это чтится неожиданным образом. На этом зеркале стали вести себя как волна. То есть она пошла по обоим путям. Вот это странная вещь. То есть у нас вот события вот здесь были и здесь. Идея этого эксперимента состоит в том, чтобы в это зеркало его добавлять. Тогда, когда она прошла уже этот путь. Представьте себе, как ситуация. Вот она пришла, и вот в этой точке частиц, то есть он думает, кем бы ему стать. Частицей или волной. Как бы, да? Ну это планирование эксперимента, значит, для какой-то цели ставится. Так вы объясните, чего хотят достичь? Не просто, что там взять, выбрать и облаковать? Это проверка так называемой теории заговора в квантовой механике. Что фотоны или лентарные частицы в квантовой механике ведут себя, когда мы хотим узнать, что они частицы, ведут себя как частица. А когда мы хотим узнать, что они волна, они ведут себя как волна. Это проверка теории заговора. Есть грипп в Герценовском, по-моему, институте. Вот он как раз на одном из семинаров доказывал, что от того, что хочет экспериментатор, то есть от воли экспериментатора зависит результат экспериментов по антонии. Вот, да, да. Правда, на другом примере. Эту точку зрения надо проверить. Вот эту точку сделал проверить. И смотрите, какова ситуация, господа. Вот смотрите, что мы сделаем. Мы это зеркало сюда помещаем тогда, когда фотон сделал уже эту точку, сделал выбор, кем он быть. Этим человеком. Уже не изменится. Да, частицы или фотоны. Частицы или фотоны. Каким образом мы узнаем, что он принял такое решение? Принтерференции потом. А? Принтерференции. То же самое. Чтобы интерференция зеркала должна была быть? Так вот этот зеркало будем выключать и выключать быстро? Вы представляете? Ну, мы его включать будем не так, что у самого начала у нас существует. А тогда, когда он вот эту точку уже, деление у вот эту точку, уже прошел. Тогда мы его захотим включить – когда он прошел эту точку, мы еще не знаем он, частицы или волны. Когда на эту точку мы прошли, мы уже знаем, от он частицы или волны. Откуда? Мы знаем, когда он попадал в эти ловушки, вот в одну попало, а в другую нет, мы поняли, что это, частица. Но здесь ловушка не срабатывает. Значит, в этот момент мы еще знать не можем, на первом зеркале. Значит, вы там задержки какие-то рисовали, вот в них, наверное, дело? Ну, задержка, это был вот этот способ, я его сейчас упростил, это включать вот это самое зеркало. Ну, так вот это же принципиально важно. Нет, они не важны. Задержки абсолютно не важны. Не важны? Нет никаких задержек. Ну, давайте писать их задержек. Ладно, как мы смотрим на первом зеркале, что такое, если мы только после второго зеркала можем узнать? Значит, да. Мы, значит, у нас, да, ситуация, она состоит в следующем. Он прошел, с точки зрения теории заговора, он в этом момент уже сделал выбор. Кем может быть? Чуть зрения не понял. Непонятно какой! В конце узнаем? В конце узнаем. Ким про0он сделал. А мы в этот момент уже думаем, почему здесь воли экспериментаторы. Ну, короче, как только он достиг первого зеркала, в 有им или самое последнего? Как он прошел первое зеркало, сзадиом мы скидываем во последний. Вопрос в том, узнает ли он, что мы, там с этим вторым зеркалом уже что-то сделали, да? Как только он прошел первое зеркало, второе зеркало. Мы начинаем думать, включите нам второе зеркало. Начинаем думать. Это не физический подход и не квантово-механический. Начинаем думать. Мы решаем. Мы в этот момент решаем, поставить там зеркало или не поставить? Не решаем. Мы либо ставим, либо нет. Ну, на самом деле, для частоты эксперимента они там решают. В общем, он знает, мой ответ. Он знает, что второе зеркало включено уже после того, как он сделал выбор. Чтобы вы приняли решение поставить. То есть он ведет себя как волна после этого? Да. Он знает. Смотря на то, что вы это чтите, вы пока чтите? Да. Он знает, что зеркало... Понял. Понял. Значит, у нас волна. Я частица. Так, волна. Я играю. Ставку делаю на частицы. Так. Ну, если это игра, то я просто пас, потому что не очень понимаю условия игры. Пас. Так. А не знаю условия, никогда не играю. Так, частица, Валя. Я частица. Я не совсем поняла. Частица. У меня есть треник. Код 61. Частица. Так. Стас. Волна. Да, ну-ка кончается. Сейчас волна. Против нас играешь. Ха-ха-ха. 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 Что, если бы этого зеркала не было, она частица вела, как себя частица. Но мы-то его ставим после того, как оно прошло первое зеркало, где у нас все события происходят. Мы ее ставим. И при этом, в результате оказывается, что она ведется, как волна. Это вообще крах Копенгагенской интерпретации. Эксперимент года так, в 87-го. Ну, это просто телепортация состояния, возможно. Не знаю. Наверное, вневременно. То есть, означает, что это представление о том, что частица одновременно волна, но неправильная. А тогда волны Дебройля как? Ну, вот надо разбираться, что такое волны Дебройля. Сам Дебройль говорил, что это не волновая реальность, как вы знаете. Волны Дебройля, как нам в школе объясняли, определяются тем, что на поверхности частиц, мы не знаем, какая она. Мы не судим просто по энергетическим уровням. А там черный ящик. Не знаю, что это представляет. Что они образуются в следствии того, что вот ее поверхность, какая бы она ни была, должна вмещать на себе целое число, целое число волн, или четное число полуволн. И, значит, ее поверхность вибрирует. И это означает, что когда она попадает на твердую поверхность, то ведет себя и как частица, и как волна. Как волна, потому что она либо отражается по законам волны, короче говоря. И, возможно, дифракция, интерференция и прочие дела. А если она, значит, и в то же время как частица, то больше вызывает фотоэффект. Да. Значит, волны Дебройля это волны, с которыми вибрирует поверхность частиц. Одно из самых забавных вещей, которое потом, ну, Либи это доказал, что Эйнштейд, то, что получил в Нобелевской премии по физике, доказательство фотоэффекта, что это объяснение корпускулярных свойств фотона, оказалось, было неправным. Оказалось, что... То есть, конечно, граничные смещения не существуют? Все это существует, но это объяснялось... А формула правильная? Формула правильная. В качестве... Бывает. Да, вот так произошло. Они сделали сразу же это эксперимент. Это посчитание. Это Либи со товарищами. А кто? Либи. Либи со товарищами. Либи, Либи, Либи. Либи, да. Либи со товарищами. И они показали, что существует модель, в данной квантовой механики, о которой Эйнштейн в 2005 году, вот о той модели, он не знал квантовой механики, что тогда практически не существовало. Вот. Ее в рамках ее можно было посчитать. Он говорил, что Господь Бог не любит играть в косе. Это уже по поводу квантовой механики. Иван Келландов, наивный квантовой механики. Но я, тем не менее, вот этот самый последний поразительный эксперимент, вот действительно удивительный. Получается, что у тебя вот это самое зеркало, вот здесь, которое у тебя происходит, оно каким-то образом решает... Или присутствие, или отсутствие. Да, решает то, что... Фактически этот двущелевой эксперимент тоже можно инкрутировать. Вот Юнга, опыт Юнга, это происходит, интерференция света. Самый, наверное, классический. Таким же образом можно интерпретировать. Частица в том случае, в случае этого спрета, просто знает, когда открыто щель. В любой момент времени она знает, когда открыто щель. Вторая. Нет, в щель открытого в опыте Юнга. Нет, когда щель закрывается, то закрывается не возникает. Поэтому... Да, закрыть могут совершенно в любой момент, и частица в любой момент знает, закрыта она или нет. В любой момент. Причем она даже знает, будет ли она закрыта в будущем. Вы проявите. Мы проявили разговоры о потенциалах, да? То есть ли им потенциалах? Да, то есть выглядит эта ситуация таким образом, что копенгагенская интерпретация в последнем эксперименте показывает, вроде бы, на мой взгляд, собственную несостоятельность. Но с другой стороны, теория нелокальных потенциалов Бума доказывает, с этой не можно попытаться объяснить ее. Ну, действительно. Ведь, смотрите, как можно копенгагенская интерпретация, она говорит. В самом деле, вот этот эксперимент с двумя щелями. Когда у нас идет, ой, не пишет. Когда у вас источник идет, проходит через две щели, да? Вот они такие две щели здесь. И здесь у вас на экране возникает интерферационная картинка. Да? Тут такая слабенькая. Считается, копенгагенская интерпретация. Электроны что, последовательные, что ли? В опыте Юнга две модные плоскости. Одновременно. А, вот теперь понятно. Здесь дает нас интерферационную. Нет, да. Теперь понятно, о чем здесь. Копенгагенская интерпретация. Электрон одновременно, проходит через две щели. Ситуация... Ну, как волна. Да, как волна. Бомовская интерпретация. Он проходит через, на самом деле, движется по траектории через одну щель, но его дополнительная вещь, то, что ввел Бом, понятие квантового потенциала, оно таково, что квантовый потенциал мгновенно чувствует наилличие второй щели. Результат он дает ровно такой же. Вот тот последний эксперимент, который я только что рисовал, казалось бы... Так разве это не два фотона, симфазные и синхронные? Ну, и сейчас здесь электрон. Давайте электрон, эльгей, все что будет. Ну, так электронов может не один? Или вы один запустили? Один, один, один. Дерак говорит, что частейство может интерферировать только сама собой. Всегда. Запустили один электрон, он пошел через щели, потом еще один запустили, еще один, еще один. То есть он интерферирует сам собой? Да, запустили его, он интерферирует сам собой. Мы на другой, через миллион таких экспериментов, увидели интерферационную картинку. Самый простейший эксперимент на планте и механике. С точки зрения Копенгагенской интерпретации, электрон, гели, чего что угодно, мы здесь запускаем, рубиди, по-моему, самый большой атом, для которого это видели, это был рубиди. Мы сюда его запускаем и видим интерферационную картинку. Тот же самый рубиди, электроны и что-либо проходят одновременно через две щели. Копенгагенская интерпретация. Бомовская интерпретация проходит по какой-то одной щели, но его квантливый потенциал, в котором он действует, он отличается от этой самой, он видит эту вторую щель мгновенно, абсолютно. Быстрее сходить себя, мгновенно. И таким образом у нас электрон сильно движется по одной и той же вещи, он не проходит через две. Но мы видим картинку, которая очень похожа на интерферационную, но не является по смыслу интерферационной картинкой. Вот это Бомовская интерпретация, интерпретация для Вера-Болга. Извините, Игорь, Бомовская интерпретация, насколько я помню, там есть поиск квантовой потенциал, который зависит от волновой функции. Тогда непонятно в этой интерпретации, какой физический смысл волновой функции. Мне непонятно. Мне тоже непонятно. Что ты думаешь, понятно? Никому непонятно, Шеллингеру было непонятно, что такое. Сам написал его не Шеллингера. Но волновая вероятность. интерпретация кванта-механики, так если не проясняется смысл лавной функции, тогда какой неправомерный говорит вообще об этом, о том, что мы дали некую интерпретацию кванта-механики? Я не знаю, может, бы он сам их делал, и ему просто обратно ничего неизвестно. Я тоже очень хотел бы это узнать. Я тоже бы хотелось бы про это узнать. Просто это другая форма записи уравнения Шриденгера. Да, но это другая форма записи уравнения Шриденгера, я с тобой согласен. Но с другой стороны, ему физическая интерпретация просваивается другая. Что здесь одна и та же частица, которая, видишь, в какой-то такой среде похожую на жидкость, что она проходит через одну щель. Вот ее распределение дальше на экране, она будет определяться формой квантового потенциала, который мгновенно чувствует открыли или закрыли второе отверстие. По сути дела, ни одна из известных интерпретаций квантовой механики не отвечает на вопрос о судьбе одиночной частицы. Что происходит с одиночной частицей? Нет, ну то есть всегда в ансамблях идет речь с одиночной частицей. Да, одиночной частицей может куда угодно прийти, да. Куда угодно прийти, она статистически распределяется здесь на этой вещи. Только когда мы в миллион таких экспериментов провели, мы увидели, что здесь у нас картинка похожа на интерферационную. В ОМСК интерпретации, на мой взгляд, картинка только похожа на интерферационную картинку. Ирина, а вот интересно, если поставить, как классический эксперимент, например, как-то переинтерпретировать эту задачу в классическом смысле и попытаться посмотреть, что будет? Там шары гонять или еще что-нибудь такое? Шары гонять я не знаю. Ну, я имею в виду, есть не... У нас же есть понятие потенциал. Нет, в классическом смысле, в классическом смысле, в классическом смысле, в классическом плане, в этом контраференции. Нет, а если шарики гонять? А шарики... Шарик, он пролетит через одну щель, удается в одну точку. Это понятно. Даст ли он здесь, тебе интерпретационную картинку? Нет, когда есть и две щели будут, это, конечно, развертает. Шарик не видит вторую щель, это понятно. Можно гипотить? Да. Она же и вопрос. Да. Вот если вы имеете однородные частицы, Да. Ну, электронные, например. Дебройли для них одинаково. И если вы запускаете миллион частиц через ту и другую щель, то это означает, рассмотрим два первых. Вот первый попал на нижнюю, второй попал на верхнюю. Держи собой такие. Стоп, стоп. Щели порядка размера самого, самой частицы, или немножко больше, да? Ударяясь краем волна Дебройли, да, он вылетает с какой-то вероятностью в заданную область. Да. Вот тот, ударяясь краем, может попасть в эту область, да? Может в нее не попасть, поскольку щель несколько отодвинута. Но когда вы запускаете миллион таких вещей, найдутся такие, которые попадут туда, куда попал первый, и такие, которые попадут туда, куда попал второй. Тогда вы будете здесь не на промежуточном картине, а вы будете видеть вот такую картину с двумя пиками. Потом она на друга наложится, эти два пика против двух щелей будут стоять. Вот это ваша картина. Да. Вот это надо подумать, будет ли это так. Вот именно такая картина. А что, у меня разве не будет вероятности попадания, поскольку это волны Дебройля, значит, зависит от того, какой фазы он попал на край, когда он попал на край щели. Это зависит от того, каково сочетание вот того атома или электрона, который на краю там с ним взаимодействовал, значит, и его собственной фазы – это волны Дебройля. Значит, в одном случае он попадет максимум на максимум и с какой-то вероятностью попадет туда, и из миллиона штук найдется такой же точно и попадет туда же, и вы будете иметь интервенционную картину в чистом виде. Ну, вы просто говорите... Просто я учитываю, что он волнует Дебройля, характеризуется, и когда вы миллион штук запускаете, вероятность возрастает числа, числа, числа попадающих одинаковым образом. Ваш вопрос очень легко ответить. Давайте. Мы берем вторую щель и ее закрываем. Ее нет. Тогда с вашей точки зрения он же на эту щель попадает, непонятно каким концом и что делает, он здесь тоже будет рисовать интервенционную картинку. Ну, похоже. Ну, какую-то картинку полосатую. На самом деле, так и есть. Нет, он и не осуществляет. Нет, от одной щели вы тоже получаете интервенционную картинку. Нет, мы не интервенционную картинку получаем. Нет, мы тоже получаем. При дифракции на ду... В учебнике физики тарелка, освещенная параллельными лучами, дает кольца, и дырка, которую вы пропускаете, дает дифракцию на ду... Дифракция будет отличаться. Нет, это дифракция в средстве дифракции, но интерференция, раз вы получаете темные светлые полосы. Вот такая картинка. Но для электрона, опять могу сказать, никакой вот такой картинки не существует. Вот она такая. Вот можно я все-таки озвучу эту мысль, с вашего позволения, которая мне представляется совершенно откровением. Не можно объяснить? Да, конечно же. Вот в плане интерпретации квантового механизма. Вот есть одна частица. Одна единственная частица, да? И факт известен, что волны от этой частицы, волны, могут двигаться как сюда, так и сюда, причем одновременно. Эти волны могут двигаться. То есть она может создавать две волны, которые двигаются в одну сторону, и в нейтральном противоположном. Причем совершенно одновременно. И с моей точки зрения, логически, это возможно только в одном случае. Если частица совершенно мгновенно, то есть вне времени перемещается от одной дискредности в другую. Вот в этом случае, в этом случае она может действительно создавать, логически непротиворечиво, создавать вот эти две волны, которые двигаются против волны. Одна частица. Частица создала волну, это как понять, что это так шире? Ну, вот от одной частицы можно, так сказать, нет. Вот Инчилина. Ну, типа вторичная волна. Инчилина, почитайте. Там эта ситуация описывается. Нет, это не аргумент. Описывается. Как раз ситуация описывается, когда одна частица создает две волны, двигающиеся в диаметральный противоположный. Если волна имеет точечный источник, то она психическая волна. И что значит, волна, двигающаяся в диаметральный противоположный, две волны, двигающиеся в диаметральный противоположный. Какие-то вот две точки одной сферы. Да, но речь идет не об этом. Речь идет не об этом. Вы говорите, что у вас сюда волна пошла плоская, а туда и туда пошла плоская волна. Правильно вы говорите? Так не бывает? Нет, одна частица, две волны у вас пошли. Что такое? Так не бывает. И, во-вторых, что такое волна от частицы? Это не волна от частицы. Вот смотрите. Если у вас есть какая-то частица, то, грубо говоря, симметрична, то у вас это будет свирическая... Ну, грубо говоря, может быть, такая будет свирическая волна. Да, если у вас, в основном, центр рассеяния. Плоская не может быть. Конечно. Бывает еще симметричная совсем другая. Где-то там, может быть, написано. Она состоит, что у вас летит какая-то частица, и она взялась и распалась. Ну, это может быть, нельзя это не частица. У вас может, например, быть здесь электронный позитрон. Они взяли и слились. Иниграция произошла. Тогда вы, действительно, будете иметь две плоских волны. Два грамма кванта, противоположные направления. Нет, это не так будет. Если у тебя частица летела... Она не летит, она покойится. Ну, хорошо, пусть она распалась на две частицы. У тебя для каждой из этих частиц будет асимптотика волновой функции вот такая вот. А, я на Z еще больше скажу. На F. То есть, это асимптотика волновой функции на бесконечности будет для каждой. Ну, понятно. То есть, она ведет себя как плоская волна на бесконечности. Ну, да. На бесконечности. На бесконечности, да. Плоска идет или плоская волна на бесконечности. Это так, да. Но это совсем другая штука, не имеет отношения к нашему разговору. Это просто рождение и распад частиц. Мне это важно, мы вот в сегодняшнем такой форме это попытались сделать. Очень важно было постараться понять на ту вещь, что вот последний пятый эксперимент, который мы пришли с такой большой круглой там со всем этим прочьем. Казалось бы, он опровергает представление квантовое. Значит, и Чилин вводит нас в заблуждение, да, когда утверждает? Я не знаю, что это такой Чилин и что-то там написал. Вот он специалист по квантовой механике, я читал книжки через квантовую механику объяснять. Хотите посмотреть, что я там написал? Могу попытаться посмотреть, что он там написал. Ну, вот это вот так у него ситуация возникает. Вот так. Мне важно тогда эту точку зафиксировать, вот эту странную точку с тем самым зеркалом. Вот этот пятый случай, да, действительно. Ну, он очень странный. Это может быть, ну, как бы, первый, что ли, самый первый приступ приближения, когда говорится, а, он знал, электрон знал заранее, уберем в зеркало или нет. Это просто говорит об ограниченности логики. Это означает, что надо думать, что эта частица не совсем, не только такая, как мы ее себе представляем. Что она одновременно с свойствами волны и частицы. Что, скажем, какой-нибудь волновой фронт ее гораздо шире, чем мы представляем ее наоборот уже. Ну, действительно, фотон. Что такое? Если электромагнитная волна во все стороны должна распространяться, значит, фотон летит и должен расширяться до чего-то, не от каких-то пределов. То есть, почему ему только вперед, а на перпендикулярном направлении не расти? Вот на это надо вопрос ответить. Значит, от того, сколько он пролетел, зависит от того, каков стал его объем. И это означает, что мы не учитываем некоторую его часть, которая как раз и может информировать вот то, о чем вы говорите, другую часть. Ну, например, я не знаю, сейчас на скидку говорю. Это означает, что мы не полностью знаем его свойств. А с другой стороны, если парадоксальные вещи такие появляются, то прибудет и размышление. Почему? Ну, вот мы как-то можем, люди, можем как-то предвидеть будущие события. Почему нам не предположить, что, так сказать, этой частице каким-то образом становится известна о будущих событиях? Если она обладает мышлением, то... Нет, она не обладает мышлением. Она не обладает мышлением. За движением микрообъекта, допустим, стоит какой-то, ну, предположим, разум совершенно нечеловеческий. Он управляет движением каждого фотона, не может быть. Ну, почему, блядь? Ну, немыслимое дело. Такие же более простые решения там с потенциалом. Ну, это одно из-за поводаний. Я не знаю, может быть, я просто плохо его понимаю, я просто плохо знаю. Ну, все равно... Что, это эксперименты? Да, да, что здесь квантовый потенциал, наверное, вот он как-то так. То есть Бомовская идея? Да, Бомовская идея. Давиду Бомова я читал только случайность и необходимость физики, но там и на тематике не важно. Значит, профессор Сорокин из Ивановского университета, ныне покойный, по поводу спора Эйштейна-Гора, связанного с квантовой нелокальностью этой дискуссии, сказал очень интересную фразу. Он сказал, что Бог не мечет жребий, но он ничего не делает дважды. Да, забыл еще сказать, что вот когда начались вот эти эксперименты с квантовым лазером, он, значит, имел отношение то же самое и Аспе, тот самый человек, который экспериментально проверил Розана Подольского. Еще раз, что тот же самый экспериментатор, тот, который показал, что парадокс Розана Подольского реально существует и в мире. То же самое экспериментально. А этот эксперимент проделал? Да, да, да. Это тоже он, да. Это он. Заключение у нас последнего 5-го. 5-е это в институте Макса Планка. В конце 80-х годов ставилось там большей богатской могилой народа. Кто нас победил? А я уже даже и забыл, кто у нас победил. Я последний подводил. Вы сами за собой следили? Нет. Ну, я просто так попытался, чтобы стало интересней. Интересней на самом деле... Проблема интересна. Да. Дикость вообще вот этой ситуации. А победила не победила. Дикость просто. Она же дикая ситуация. Совершенно. Как это вот так может быть? В одном эксперименте одно, а потом взяли здесь зеркало, задним числом поставили. Хорошо бы, если мы его заранее поставили. Это для них как-то разум еще может смириться. А задним числом ва-бах поставили очтицу, а это... А что тут удивительное? Да. А нам удивительного. Любое изменение в системе, мы берем макросистему. Включаем в него какой-то микрообъект. И его поведите. Что удивительного, если вот в этой обобщенной системе микрообъект реагирует на любое изменение в макросистеме. А я вам скажу, что здесь удивительного? Потому что в первом эксперименте, ну или какой-то, второй что ли, он вел себя как частица, и тут должен был бы вести себя как частица. Но вы поставили зеркало, когда он уже принял это решение. То есть уже акт взаимодействия. Почему вы за него решаете? Миньерыч, это мы фигурально сейчас говорим. То есть акт взаимодействия, если не говорить, принял решение, да? Акт взаимодействия с первым случаем, где он уже либо такой, либо такой состоялся. И зачем он частиц, например? Да? Ну вы поставили, он должен был быть частицей. Ну вы зеркало поставили, он ведет архопатом. Хотя это зеркало уже ничего не решило. А если он передумал, прошу прощения, вот Влад правильно говорит. Помним этот эксперимент, да? Значит он взял себя и передумал. Вот он здесь пошел, он здесь решил, что он частица. Раз частица, значит он здесь в этом месте стоит только. В этом месте его нет уже, понимаете? А тут вот хоп, обратно во время бух-бух, 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 и сюда опять пошел. Как такое может быть, если он передумал? А получается, что вот это событие, которое произошло у тебя вот здесь, оно уже посередине... Что значит, что мы все о нем знаем? Ну очень ясно. Есть какое-то, либо такое свойство, который, вот тут, наверное, Максим Гибель совершенно прав, который чувствует изменения в системе в целом, и, ну то есть, прямая обратная связь. Компоненты, которые мы не знаем... Вот эта бомбовская идея состоит, что у тебя есть квантовый потенциал, который мгновенно меняет полностью тебя всю эту ситуацию. Да, ну вот мгновенно. Он же... Не знаю, может видишь его, видишь, видишь, Майор? Эффекты аронового бомба. Вот бомб вот этот тот самый, который второй аронового бомба в эффектах, в знаменитом, знаменитившем эффекте. Когда частица меняет свои свойства от того, что в некое пространстве, в которое она попасть не может, то есть изменился потенциал. То есть потенциал здесь изменился, там что-то происходило, а ты в нее попасть не можешь, и это влияет на поведение самой частицы. То есть, грубо говоря, он там летит себе электронно, а здесь в какой-то области, через которую он даже не пролетал, что-то там происходит, она окранирована полностью от электрона, и он видит это. Тут даже потенциал-то не поможет, потому что она же не может вернуться во времени. Не влияет на его поведение то, что было реально. То есть, у тебя получается, если там есть потенциал. То есть, здесь у тебя какое-то зеркало было, когда ты здесь его сделал здесь, да? Ну это потенциал, да. Он взял, казалось бы, изменил. Вот такой потенциал. А если его не было, то в частице уже пролетело момент решения, и получается, что она и не могла ничего уже изменить. Я хочу сказать, что эта позиция еще объясняется кроме Бомовской идеи, ту самую идею, которую мы с Балдачевым оставили. Какой? Ну это достаточно сложно. Скажется, но это все во времени? Наоборот. Наоборот. Что пространство и времени для частицы, пространство, это нечто совсем другое, чем для нас. Просто принципиально другое. То есть, с их точки зрения частицы не движется, если мы займем точку зрения частицы, собственно, она не движется, я коротко так говорю, а просто терпевает какие-то изменения. А мы уже описываем ее как движущуюся в пространстве. То, что для нас пространство, для них время иначе время. Нет. Это был за счет такого, чего я говорил, но я думаю, что это неправильно. Потому что пространство для частицы гораздо нечто более бедное. Ну это долго рассказывают. Пространство для частицы нечто? Нечто более бедное. Можно я еще раз? Нечто большее? Бедное, бедное. Более менее убогое, чем наше развернутое пространство. Это мы наделяем ее свойствами движения в нашем человеческом пространстве. Вот есть движение одиночной частицы в пространстве. В дискретной траектории. Ну есть такая модель. Ну ваша, да. Это не только моя. Вот. Вот. Значит, вот она двигается. Телепортируется. Вне времени. Через вот эти вот. Вот. Из этой точки. Вот допустим. Так она двигается. Здесь бесконечно делимое пространство. Именно поэтому она так и двигается. Вот по этой причине. Но, есть еще движение во времени. Эта же частица. Она двигается во времени. Что значит движение во времени? Давайте вот ее так вот мысленно от внешней среды отделим. И начинаем снижать временной потенциал. Десять минус третий. Десять минус сорок четвертый. Уже десять минус сорок четвертый. Масштабы. Масштабы временные. Да. Временной интервал. Естественно. Интервал временный. И значит в десять минус сорок четвертый. Уже. Никаких взаимодействий. Она. Не может осуществить. Не может осуществить. А не успеет за это время осуществить. Тем не менее. Есть интервалы наверняка еще. И десять минус пятидесятый. Нам. Вокруг нее происходит бесконечное множество событий. Которые с ней не связаны. Которые не связаны с этой частицей. Они проходят. Там. Десять минус пятидесятый. Десять минус сотый. Все это заполнено событиями. Но с этой частицей эти события не связаны. Для этой частицы десять минус сорок четвертый степень. Это пустое время. Пустое время. Все. Относительно пустое. Меньше чем десять. Меньше чем десять минус сорок четвертый. Все. Для нее уже не существует. Так сказать. Этого времени. Меньшего. Чем этот интервал времени. Вот. То есть. Я о чем хочу сказать. Что. Вот эта вот идея. Перемещение в пространстве. Скачку. По дискретной траектории. Она очень связана с идеей квантованности времени и действия. Понимаете? Нет. Вот идея перемещения скачком в пространстве. Она. Это идея перемещения в пространстве скачком. Так. А перемещение скачком во времени. Это вот идея. Вот. Квантованности времени и квантованности действия. То есть. Вот. Десять минус сорок четвертой степени. Вот. Тот. Самый. Временной. Временной промежуток. Промежуток. Интервал. Через который он прыгнет. Ну. Понятно. Это понятно. Это такая вот точка зрения есть. Это уже они сегодня. Хотел упомянуть. Но забыл. Хорошо, что меня навели. Это связано с работами Семоля. На которые Балдачок нас навел совершенно странным образом. Неожиданно. Работа Семоля. У нас специалист. А. Вернулся специалист по искусственному интеллекту. Семоль. Помните китайскую комнату, да, Балдачок? Да. Балдачок и принципиально неправильно интерпретируют. Почему? Ну вот китайская комната это некая игра. Где мы сидим. Тюрн предложил такую игру, да? Ты сидишь и с тобой беседуют. Ты не знаешь, кто на тобой конец находит. Если компьютер может показать, что он у человека не отличается. Выглядит себя за человека. Обманут, да? То говорят, что тогда компьютер обладает интеллектом. Он умный. Это вот если ты… Если компьютер не может… Если ты не можешь… Определить компьютер это или человек. А компьютер или человек определить. То значит ты считаешь, что компьютер обладает признаками интеллекта. Ну, есть принцип развлечения. То есть если градиент ноль, то есть вы не можете различить, то это не важно, компьютер, еще что-то. Вы просто не отличаете. Ну вот это, такова ситуация. Значит, Балдачок, я напомню то, что было. Он как раз говорил, что вот, Стерль, он же ведется в этом эксперименте, как компьютер. А Стерль придумал такой парадокс, что он не знает китайского языка. Ему вопросы задают на китайском. А у него есть хороший словарь. И он видит эти вопросы, и словаря что-то на него ходит, и отдает. И ему таким образом получается, говорил Балдачок нам, что этот самый человек ведет себя не как интеллект, а ведет себя как компьютер. Так Стерль это и говорит, я веду себя в данный момент как компьютер. Я не знаю японцев, я интерфейс между компьютером, да, то есть между словарем, да, и человеком. Всего лишь интерфейс. Но с другой стороны он говорит, что вы, находящийся на другой стороне экрана, не видя, кто я такой, что я не знаю китайского языка, примите меня за разумное существо. А как интересно, он не знает языка, но может словарь заглянуть? Ну почему, тебе пришло. Ну вот вопрос, тебе говорят, задается вопрос, что такое синее? На китайском. На китайском. Ты не знаешь, что такое смысл синего. Ты же не знаешь смысл китайского? Что означает синее, красное, желтое, фиолетовое. Но ты в словаре, в справочнике, где-то своем находишь. Они говорят, что синее бывает в море. И ты поймаешь. Вот синее, например, в море ему отвечаешь. На китайском? На китайском. А папа, но ты же все равно, если видишь слова, ты не можешь их назвать. Почему? У тебя есть предложение, у тебя слово же есть там синее. Что такое море? Ты не знаешь, что такое море, но ты можешь посмотреть смысл слова море в словаре. На китайском. А, чтобы на русском было написано. А море будет написано, что оно бывает синим. А ты пишешь, что море синее, отвечаешь. Ты не понимаешь и смысла моря, и нет смысла синего. Ты нашел их в словаре. Ты нашел их в словаре. Но таким образом, ты попытаешься в этом смысле для твоего собеседника, будешь выглядеть как разумное существо. На самом деле говорит, все, в этой ситуации я веду себя как компьютер. Потому что смысла синего я не знаю. Балачок говорит, он ведет себя как компьютер. Поэтому он не прав, типа того что. Так все, он сам говорит, что я веду себя как компьютер. Он здесь, что он здесь важная вещь говорит, почему я возвращаюсь к вашему вопросу. То, что, Вон Константин, для вас это, наверное, важно, да? Что мы все испорчены компьютерами современной информационной технологией. Мы думаем, что мозг человеческий, это такой мощный вычислительный центр. Мы не мощный вычислительный центр. Потому что, помимо всего, мы знаем, что такое море и знаем, что такое синее. Синее, пройдем отсыло одного к другому, без нашего опыта синего. Объяснить невозможно, говорит Сёва. Он говорит, что современные школьники, говорит Сёва, очень похожи на эти самые компьютеры. Они учатся каким-то компетенциям. То есть, когда у тебя загонялась лампочка, ты должен нажать на эту клавишу. Не понимая смысла, что происходит. Это действительно так, Сёва права. Действительно, современные школьники, они ремесленники. Современные, но отвещённые ремесленники. Сдачка вознила, диаграммы Фримана написали и всё. Вы знаете, как один мудрый человек, москвич, определил информацию на одном из конференций философов. Информация – это знание бессмысла. Да, может быть. Ну, здесь. Нам надо знать слово «синего». Почему я возвращаюсь к этому самому вопросу возникаю? Потому что есть точка зрения, которую мы здесь часто отстаивали, что у нас состоит, что всё построено на числах. Да? А что это значит? Что всё построено на целых числах. Даже на целых, на натуральных числах. Ведь что такое вычисление числа Е? Е с этой точки зрения – это алгоритм. Это не число какое-то. Это алгоритм для компьютера. И Е может вычисляться этим алгоритмом с определенного рода шагов. Что это означает? Это означает, что каждый наш шаг имеет некоторое фиксированное количество действий. Ну, для Е – это единица плюс там… Н… Ой… На Н плюс единица. Да. На Н факториал, да. На Н факториал. Да. Н факториал. Единица… Ну, там дальше такая сумма. Мы можем этот Н сколько угодно делать и получать эту штуку. Но если это так, если это так, тогда получается, что ваш тезис по поводу дискретности времени можно обобщить. Если действительно правильный именно такой подход… Мой тезис по бесконечной делимости как времени, так и пространства. С одной стороны, он будет бесконечно делим. Вот мы же Н-то можем определять с определенной точки зрения. С одной стороны, будет это делим. Но с другой стороны, у его основания всегда будет висеть алгоритм и вот подобного рода дискретности. Вот это странное вот это совпадение. Я не знаю, как нашему эксперименту это принадлежить. Вот такая точка зрения возможна. Оно, например… Знаете, что здесь одно из забавных вещей? Что мы теряем то, что в математическом анализе доказывается, часто однозначность многих предельных. Я не скажу… Мой тезис clones только к одному, что через потенциально-бесконечно делимое движение… Однозначноест многих предельных. Потенциально-бесконечно-делимое время и потенциально-бесконечно делимое пространство движения возможно. То есть, если объект двигается в пространство, то это движение скачка? Да. Я хочу сказать, что с одной стороны оно делимо до бесконечности, потому что вы можете этот алгоритм для компьютера описать. Но движение скачком предполагается в самое пустое время. С любой точностью дальше. Вариант любой какой угодно. С одной стороны делимо до бесконечности, а с другой стороны всегда есть скачок, потому что всегда есть n. Нет никого числа 2,7, а есть алгоритм. Именно так. То есть, вот такой странный подход. Я не думаю, что к нашему сегодняшнему разговору, где я вам просто предлагал удивиться квантромеханическим парадоксом, а Бог говорит, что если вы не шокированный квантромеханик, значит вы ее не понимаете. Я предлагал просто в этих экспериментах попытаться быть шокирован квантромеханикой, что такие дикие вещи там возможны, странные, ни на что не похожие. Ну вот, вот такой у меня всем вопрос. Вот как ни странно, с этим надо поработать. Это сейчас очень сильно развито. Знаете почему? Потому что все же на компьютерах, мы же все понимаем, что число Е в матанализе это одно. Матанализ это некий предел, ты-ты-ты, антриминцы к бесконечности, там он такой. А об этом, и там многие-многие дополнительные вещи возникают. Очень странные. Очень странные вещи. Оказывается, что там возникают новые классы. У нас уже звук тогда не сохранился на том видео, где я об этом рассказывал. Там возникают новые частицы рекурсивных функций, так называемых. Которые являются примерным обобщением наших функций, таким же, как и комплексные числа, являются обобщением натурального числа. Но как в другом направлении. У нас звук там почему-то не записался тогда. Слава Богу, что есть люди, которые способны этому удивляться. Да. Ну, вот смотрите, я вас не понимал, теперь вот, прочитав эти программы в математике, понимаю. То есть, с одной стороны, мы делим это до бесконечности, с другой стороны, прыжки. Блин, это прыжки. Да, 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 да. Вот это как и поражает. Вот это как-то вот так странно. То есть, если мы возьмем за базис не наши функции матанализа, а теорию частично рекурсивных функций, у нас будут прыжки, блин, везде. Прыжки, при этом, прыжки могут с любой точностью выполняться. Да. Да. Ну, вот так все. Спасибо. Спасибо.